ПЛИТОС АМИГОС Продолжается ведьмак, и настало время пройти этот секретный мега-квест с говорящей лошадью. Господи, сколько я уже про это слышал. Самый прикол, что плотва, смотрите, я впервые вижу... Вау, я впервые вижу, что лошадиное рыло проходило сквозь деревянное корыто, господи. Ну, они пытались, они пытались реализовать это. Но я впервые вижу поведение лошади правильное, что она пошла сама и стала пить там или жрать что-то. Обычно она, ну, отбегает, где-то там пасется, но тут она просто подошла сюда сама к этому дому и стала делать вид, будто она пьет. Пинастре поговорить. Так, чему нам эти лишние разговоры? Ну, расскажи, что тебя мучает. Ох, спрошу, как есть. О, Боже! Ты человек? Прости, я... О, не доверяю собственным чувствам. Ты человек или шестерка? Нет, я Супермен. Не совсем, я ведьмак. Некоторые по этой причине отказывают мне в принадлежности к роду человеческому. Кое-кого знаю лично. Ведьмак? Но нет, ты тоже не поможешь. Посмотрим. Рассказывай, в чем беда. Ну, сиди дальше, жди Брюса Виллица. Рассказывай, какой-то демон или призрак, не дает мне спать. Он чего-то от меня хочет, точно знаю. Только не пойму, чего. Каждый день появляется, а потом исчезает. Он и сейчас здесь, за деревьями. Ничего не вижу. Понятное дело, его нельзя увидеть. Но ты-то видишь. Только когда выпью отвар. После него у меня болит голова. Мутит. Но я терплю. Не хочу глаз с него спускать. Как выглядит этот демон? Ну, красный, наверное, с рогами. Какая раньше, как бы, выглядит. А что у тебя за отвар? Интересно, что вызывает такие сильные видения? Гриб какой-нибудь? Хрёстник? Поднивка плясовая? Почти. Сивушка обыкновенная. Плясовая. Вижу, ты в травах, понимаешь? Рюмка плясовая. Мне казалось, она вымерла. А, сивухой потравилась. Ну, понятно. Я выстил несколько штук из засушенных грибниц. Надеялась, что отвар сивушки позволит мне увидеть этот кошмар. Я не ошиблась. Насколько я знаю, сивушка вызывает серьёзные побочные эффекты. Но она действительно позволяет увидеть сокрытое. Господи. Да, с ней я вижу его. Всё лучше, чем чувствовать, что он где-то рядом, но не знать где. Поговорим о моём платье. Бросить галлюциногены и проблемы решиться. Эх, если всё так просто было. Ладно, раз уж ты так уверенна, попробую что-нибудь сделать. Осмотрю здесь, пожалуй. Чё осматриваться? Давай грибосами закидывайся уже. Пошли с деревьями, с ветром разговаривать. Так, дожди, чё? Квеста чё? Блядь, чё квеста не появился? Чё за залупа? А, это ведьмачий заказ. Вообще классно. Значит, будет монстр. Значит, будет микробосс. Чего ты хочешь от меня, нечистый дух? Ну, мне, походу, надо в пещеру, да? Нихрена, она поселилась рядом с эльфскими руинами. Чему-то ещё удивляется. Штаны боперского. Нормально. А где вход? А, вот она. А, большая дырка в мою задницу. Пещерка, надо сказать, очень маленькая, но... А, это кладовочка. Нимбус 2000! Картофель. О, сейчас старую ограбим, короче. Всё, уже хороший килограмм картохи уже натырил. И что? А, тут у неё перчики, чеснок, морковь, баклажаны. Всё это хиляет, надо брать. Что гнетёт? Её картофельный демон, что ли, гнетёт? Чё за... Дай мне отдохнуть. Хотя бы день. О, пёс. О. Мёртвые мотыльки. Некоторые духи притягивают их, как планы свечи. Хм. Отшельница права, что-то и правда происходит. Волк. Пёс, коза, кот. И все, наверное, разговаривают. А, она ещё и побухивает. Это многое объясняет. Не, я верлюсь не люблю. А, так, чё ещё? Ну, какие ещё окрестности я не осмотрел. Дом, наверное, её. О. Мёртвые мотыльки. Некоторые духи притягивают их, как планы свечей. Ну, шабля, рыло полосато. Отшельница права, что-то и правда происходит. Оливки, лук, грибочки. О. О. Блядь, такой закусон пропадает. Я манал, ну-ка. Блядь, Эверлюст. Ладно, двойной Эверлюст тогда. Ха-ха. Всё, детектив начинается у расследования. Пятая эссенция какая-то. Тихо, тихо. Воу-воу-воу. Манифест флагеллантов. Сёстры и братья в лебеде. Конец близок. Обратитесь в веру. Исповедуйте добрую книгу. Чего? Ибо, как писал наш пророк, а то тех телесных иудобств временами воздержаться надлежит. И тот рассудителен, кто выше собственного удобства оценит благополучие ближнего. Потому мы флагелланты, бля, вообще, восьмого дня бичуя себя и усмиряя плоть свою дарим... Да, усмиряя плоть, я понял. Дарим долгую счастливую жизнь всем людям на совете, а ежели где ещё существуют зло, болезни и преступления, то без сомнения, потому что не хлистали мы себя бичом достаточно усердно. Но на самом деле культ самобичевания существует по сей день в некоторых странах двадцать пятого мира. У меня вообще этот пророк Лебеда начинает этого трансмутация маловутокина красный в синий начинает напоминать этого хрена, блин, из Игры Престолов воробья-то, блядь. Силучка обыкновенная, сильный галлюциноген, я думал, эти грибы вымерли. Смотри, зелёный мухомор, охренеть. На подушке пятна крови, кровавая дорожка ведёт к окну. И чего? Кровавая дорожка от подушки? Комар перепел, наверное. А чё же ведьма чуть-чуть её раньше? Кровавый след идёт от подушки, а тут обрывается. Медальон всё ещё вибрирует. Чё ж раньше так кровь не заметил. Вот обрывается, и что? Только ясно одно. Нечто высасывает по ночам кровь отшельницы. Надо с ней поговорить, может, она ещё что расскажет. Сколько в Тусенте вампирского отребья, вы посмотрите. Всё, сосут и сосут, обсосы. Почему ты стала флагелляндкой? Блядь, ну и слово. Скорее всего, тебя терзает какая-то разновидность призрака. Пока не знают, какая. Ты не замечала упадка сил? Были на теле следы укусов? Да мне с каждым днём всё хуже. Я уже говорила. А укусы? Это ж обычное дело. Комары, клопы. Вошки. Это не клопы. Нечто гораздо более крупное сосёт твою кровь, когда ты спишь. Но я совсем уже не сплю. Всё время он здесь. Смотрит на меня. Не могу так больше. Боюсь, я мало чем могу помочь. Да. Я не сумею устранить то, чего не вижу. Я же не могу подождать ночи, когда за ней придут. У меня осталось два гриба. На одну порцию хватит. Вдруг и ты тогда его увидишь. Донать будешь? Может, грибы могут вызвать побочные эффекты? Да, побочные эффекты. А мои, блядь, эликсиры прям вообще побочных эффектов не вызывают. Пожалуй, кроме отвара тут ничего другого не поможет. хорошо, теперь твой отвар выпью я. Смотри, на утро вместе проснемся в поюзанном состоянии. У нее глаза такие желтые. Да что-то подозрительно. Хотя по сравнению с зрачками Геральта она вообще не видна. Если начну бредить про единорогов или чародеек, ты не обращай внимания. унижайся в Fore然е. Ох, купю PPE Ещё в этом капюшоне, ну вот, чисто, чисто нарколыга. Заебись, отварчик, походу. И чё, это Марио будет весь квест перед глазами у тебя? Ммм, годный клевер. Отличнейший букет. Кто это сказал? О, ты очнулся. Я уже начала беспокоиться. Думала, может, белого мёда тебе дать? Начало. Только морда это сделать не так-то просто. Блядь, её как будто брендит озвучил. А почему её не женским голосом озвучили, если она женщина? О, почему у тебя такой голос? Какой у тебя... Странный голос. Я думал, молодая кобыла должна звучать как-то по-девичьей. Фу, почему это? Тоже мне нашёлся эксперт по разговорам с животными. Господи, блядь. Нет, дерьмово озвучили лошадь. Тут даже имеет смысл, наверное, перейти на английскую озвучку и послушать, как там сделали. Это всё отвар, наверное. Какие интересные побочки. Восхитительные, правда? Пей его почаще. Я могла бы тебе столько всего сказать. Нет уж. Раньше или позже он меня убьёт. Ну, а почему ты всегда приходишь, когда я свистну, пиздец. Откуда ты приходишь на строке? Как получается, что стоит мне только свистнуть, и ты сразу тут как тут? Так ведь ты мой человек. Я должна глаз с тебя не спускать. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи и... О, боже, блядь. Ну, вот почему по моему зову ты океан переплывёшь, а перед низеньким заборчиком останавливаешься? Ну, что поделать? У всех есть свои пределы. Они баги обсуждают, серьёзно, что ли? А где платва Пугачёва услышала? Ох. Слушай, мне надо заняться заказом, пока отвар действует. Ну, вот-вот. Чудище само себя не победит. Ладно, посмотрим, что у нас тут. Иди за мной и постарайся ничего не затоптать, пожалуйста. Отличный клевер, хороший букет, блядь. Геральт, тут надо как следует. Да, сейчас. Ай, да ёбаный. Смотреться. Я поищу следы, а ты... Ты просто постой. Ты только глянь. Нихуя себе. Ищейка. Какая у нас завелась. Так подожди, с ним можно говорить или что? Ничего не вижу. Это следы копыт. Но оставил их необычный конь. Это следы астрального существа. Идём по ним. Ладно, я в конце потом загружусь и послушаю. Геральт, у нас тут зацепка, точно говорю. Духлые мотыльки часто означают, что здесь был призрак. А, это каждый знает. Но запах-то ты чуешь? Точно такой же был на кладбище в Визиме, когда мы охотились на гулей. Это запах смерти. Может, Чёрная Мара тут вкакала? Может, все эти следы не в коня корм? Ну, знаешь ли... В коня корм. Достань же ты меня в покое! Я, кажется, поняла, с чем мы имеем дело. Так, давай подведём итоги. Что мы знаем? Только то, что это какой-то призрак или видение, приходит по ночам к отшельнице, питается её кровью. И даже если мы его найдём, я не представляю, как с ним сражаться. Если позволишь, это со всей определённостью нематериальный морок, принявший форму коня. Морок. Очень может быть. Мороки абсолютно невидимы, в том числе для ведьмаков. Но ты-то откуда это знаешь? Так для меня-то он не невидимый. Вон он стоит. Ха-ха-ха-ха. А что ты сразу не сказала? Улики какие-то. Уходят. По коням, ведьмак. Надо его догнать. Я хотел с собакой поговорить ещё. Вперёд, платва. Вон он, Морок. Вперёд, Геральт. За ним. Шевелись, Геральт. Да, давай. Мсти ему. Мне надо экономить энергию. Кто знает, сколько мне ещё бежать. Ничего, побегаешь. У тебя седло гоночное стоит. Геральт, без обид. Но мы должны поговорить о том, как ты ездишь. Ты сделаешь мне огромное одолжение, если будешь направлять меня более решительно. Иногда тебя так трудно понять. Мне налево? Направо? Мне крутить крупом? Ага. А мне бы хотелось, чтобы ты быстрее откликалась на мои команды. Крутить крупом? Это что за команда? Эй, знаешь анекдот? Что сказал слепой конь, выходя на конкурсное поле? Не вижу препятствий. Постараемся не упустить Морок из виду. Теперь видишь его? Да. Шевелись, платва. Чем-то что-то Эмси вспышки нам отдаёт. А что я возьму? И долго так за ним гнаться? Может, из арбалета ему в копыту стрельнем? Раз уж у нас такая откровенная беседа, вот еще вопрос. Почему ты иногда сбрасываешь меня в бою? Что тебе такого не припомню? Ха-ха. На, пошла. Не, мужской голос у платвы. Растворился в воздухе. Да-да, это так себе. А что это летает? Ой, сука, берегись! Так, платва у нас еще и ругается, да? Ну, камон. Блядь, точно в бренде хлебаный озвучивал. Ну, дай, блядь, ударить ты заряженным, сука, мечом. Ну, что, паскуда? Так, ну-ка, дайте проверим, заточился ли этот. Вау, на плюс два максималка точнулась. Ну, точится. Хер поспоришь. Работает хреновина. Стальной меч тусенского рыцаря нахер ему нужен. Че за меченосец тут помер, блин? Метелок Левичи, рыцарь, умер в том году. Он примерно одного возраста с отшельницей. Похоже, это его дух в облике коня мучает пинастре. Тот еще был конь педальный. Я читать умею, и выводы делать тоже. Да так, мысли вслух, чтобы сосредоточиться. Капец, блядь. Геральт, вон он морок, отту его! Я все объясню! Ты из Dark Souls сюда попал, что ли? Местра, зачем ты мучаешь отшельницу? Это она меня мучает! Не хочет меня простить! Из-за нее я не могу обрести покой! Каждый день я прихожу, молю ее о милости! Молишь о милости? Ты пьешь ее кровь и пугаешь до смерти. Какая-то ужасная сила направляет меня! Не могу этого объяснить! Но знаю, что покуда пинастре меня не простит, я... А что ты сделал-то? Вот это правильный вопрос. Почему ты выбрал облик коня? О чем ты? С тех пор, как я умер, каждый день некая сила извлекает меня из могилы, заставляет меня бежать. Это песни Газманова. А потом я чувствую вкус крови во рту. Не знаю, что со мной творится. Одно только ясно, эта пытка не кончится, пока она меня не простит. Пытки непонятками. Но ты говоришь, она видит меня... ...конем? Это я тебя конем вижу. Именно так. Так же, как и я. Так, что тебя связывает? Откуда ты знаешь отшельницу? Что вас связывает? Да, дарючил ее по молодости, наверное. Мы были знакомы с детства. А, ну... Но она всегда была грустна, ничто ее не радовало. Мир пугал ее. Я думал, что ее тяготит бедность. Поэтому сделал все, чтобы вытащить ее из деревни. Чтобы сделать нашу жизнь лучше. Хохотунчиков грибосов ей притащил. Я стала уже носцем, взял ее с собой в замок. Но Пинастри быстро поняла, что знать ничуть не благороднее селян. А потом она еще и во мне разочаровалась. Сбежала из замка и примкнула к септе флагеллянтов. Во всем виноваты сектанты. Я оставил двор, хотел быть ближе к ней. Но она и знать меня не хотела. Платва, комментируй. Когда даже флагеллянки ее разочаровали, она стала отшельницей. Теперь я все вижу. А при жизни никак не мог ее понять. Короче, она вечно недовольная баба. Из глубины могилы живые кажутся ясными вспышками. Сразу видно все их мысли. Теперь я понимаю, почему она отвергла меня. А прощение-то за что ты вымаливаешь? Она полна гнева. Возможно, это и превратило тебя в морг. Похоже, ты причинил ей страшную боль, если она обрекла тебя на такие муки. Что ты сделал? Ей? Ничего. Не ей. Но... Я забил своего коня. До смерти. Пинастри это видела. За что? У меня был прекрасный жеребец, лыска. Норовистый. Сбросил меня во время турнира, а я так хотел выиграть. Пинастри так радовалась, что меня допустили к участию. Меня, крестьянского сына. Я хотел подарить ей победу. И проиграл из-за коня. Я пришел в бешенство, бил его плетью. Бил, бил, пока тот не сдох. Нихуя себе. Ты опасен, ты знаешь? Как же я сожалею. Умоляю, прости меня. Отпусти мне грех ради лыска. Ты что, блядь? Папа вам не узнал, что ли? Разглядел. Я не дам тебе прощения. Не мне тебя прощать. Но твоя лошадь может меня спасти. Умоляю, я в отчаянии. Ебанусь. Платва, окрести его копытом. Прости мне мою вину. Он не заслужил милость. Лыска. Пожалуй, твое прощение могло бы освободить его дух. Но прощай его, только если считаешь, что он заслужил. Ты совершил отвратительный поступок. Твой конь был тебе верен, старался как мог. Мы ведь кони такие. Ты права, я знаю, что заслужил свою участь. Но мы не мстительны. Мы не таим обид, не помним зла. Не обижаемся, когда нас тащат в лес полный чудовищ. Я прощаю тебя. А ты имени бедного лыска. Все? Благодарю. Я чувствую невероятно. Мне вдруг так легко. Он тащит в лес полный чудовищ. Ну ладно. Кажется, мы можем возвращаться. Призрак больше не будет мучить пинастри. Тебе есть что добавить, Геральт? Нет. Возвращаемся. Это очень странный квест. Абсолютно. Может, это еще не конец? В конце концов, этот квест вроде как секретный. Морок ушел. Он больше не будет тебя мучить. Я сразу почувствовала перемену. Будто меня выпустили из душного, тесного подвала. Я и не надеялась, что кто-то мне поможет. Спасибо тебе, ведьмак. Я знаю, что ведьмаки задаром не работают. Но денег у меня нет. Могу предложить только это. Сказала она, показав сиськи. Хм. Картошка? Очень она уродилась в этом году. Лучше скажи спасибо моей лошади. Без плотвы. Я бы от призрака не избавился. Благодарю и тебя, благородное создание. Чё еблон трясешь? Ловко мы вдвоем сработали. Что теперь? Идем дальше по пути? Поедем к ближайшей доске объявлений. Найдем следующий заказ. Ну да. Но я чувствую, что действие отвара слабеет. Скоро я перестану тебя понимать. Какая жалость. А я столько еще хотел о тебе рассказать и... И... Блядь. Пиши копытом, ты же умеешь. Ты чего кони сметливые? Прощай, ведьмак. Сметливые. Да, и это все. Ну, фуфлэжный квест немножко. Могли бы как-то его и на подольше растянуть. Так, хорошо. Эй. Давайте посмотрим, послушаем, как же разговаривают они... ...на английском языке. Да, и хрен на руль. У меня нет другого языка здесь. Но на ютубе наберите, наберите там, не знаю, The Witcher 3. English version. English version. Да. Как правило, там, может, голоса и местами лучше подобраны. Но... В общем и целом. А как же прикол с песней Пугачевой? Как без нее-то? Интересно, какую там песню лошадь напевала. Так. Охота за сокровищами. Ведьмачьих заказов вообще нету. Провалено. Оу. Какой ужас. Ну, все. Все дополнительные задания. Это вернуть куровобьянка, блять, красоту. Какие-то винные войны. Пещеру чудовищ. По стопам пророка этого гребаного. Что тут на карте-то есть? Есть. А, так вон, смотрите, тут рядом прям. Они друг от друга все, в общем-то, близко. Вон, возле статуи. Я хочу посмотреть просто, как выглядит статуя собранная. Как она будет. Так, ну мне по этой дорожке. Жаль, нельзя навсегда придать к лошади голос какой-нибудь до конца игры. Ну, мало ли. Отдохни. Ух, туманное же утро выдалось, а? Красотища. Десяток, что туда-то я, блять, телепортнусь, там рядом. А вот это вот одна тут на отшибе. Купеческая фактория. Ну, давай, купеческая фактория. По дороге тут еще... Ну, в лесах эти знаки. Это там спрятанное сокровище или гнездо чудовищ. Там ничего особо суперинтересного. Скорее всего, нет. Это ж не плотва. Эй, где моя-то лошадь? Нас тащат в лес полный чудовище. Медведь. Медведь, медведь, хрен тебе, не медведь. Так. Так. Нет. Где карта-то? Эпс. Парамашечка вышла. Просто хотя бы глянуть, чтобы он распознал, что там такое. Там может и мини-босс быть. Так, что-то, что-то, блять, да ебаный. Что-то мы мимо, по-моему, проехали. В жопу. О-о-о-о, пожар. Отдохни. Блядь, лагерь разбойников. Почему плотва, интересно, не таранит у неё же. Ну, чё ты делаешь? Она ж тяжёлый конь теперь в этой брусбруе. Тяжёлые рыцарские ткани грудью били так, что ёпта-ёпта. Чё-то, конный дамаг как-то пропал. Да ебаный. Ещё из такого разгона, и где урон? Вот урон. Поехали, пацаны, антре. Кондёха, веселей. Блять, не попал. Афирская сабра у него откуда-то. Топчи его, нахуй, копытами, врода. Ну, пожалуйста, ну, ух ты, блять. Ничего не въебали. Вот тебе и броня школы кота, блин. Ну, в общем-то, говорили, что ведьмаки не носят тяжёлую броню. Так что школа кота, она такая, наиболее каноничная для ведьмака. Хотя я не помню, чтобы в книге вообще что-то о доспехах хоть писали. Он там вообще в куртках каких-то ходил. Это, наверное... Стоп, у них же вожак должен быть, нет? Главарь разбойников его должен прям звать. Ой. Как достал-то, непонятно. Ебать, такой фарш. Куча налегли. Тут даже сразу не скажешь, сколько их тут было. Ха-ха. Судом медэксперты задолбаются ноги подсчитывать. Мне отправлено письмо бандита. Тусенский арбалет. Серебряный чайник. Доспех Боклерский. Да. Так себе у нас урожай. Почему дом у тех колокола Боклера, братишка? Братишка! Пишу коротко и по делу. Имел я Филиберта. Скворца. Видал в глубокой жопе. А лот может у меня на бую повернуться. У меня тут свои дела. Благодаря этой летучей серебряной курице жить могу. Как паша зареканский. Ребята тоже довольны, потому как добивать раненых купцов это чистая работа. Охуенность чистая работа. Сильно не устанешь, кровью особо не измажешься. А какие товары можно захапать? Вчера, например, проезжал караван полный бочек с ромом и вяленый ветчиной. Ну и пьер был. Потому, говорю тебе, братья, сбросай ты эту работу в бордели и присоединяйся к моей веселой компании. Матушка, наверное, каждую ночь плачет, что ее младший сын вышибал и труится в доме терпимости. Ха, терпимость. А так все и легче на сердце сделается, если узнаешь, что будешь ты под моей опекой. Твой старший брат Варфоломей Мартын Чеховский. Или Чеховский. Какой-то злобный поляк, короче. Да, заебись, работа. Старший брат хуйни не скажет, надо было соглашаться. Нихерово у них тут лагерец такой был. Так, ну в жопу этих уродов. Самое время статую местного Иисуса достроить. Опачки, куда, куда, куда. А, все правильно, все правильно. Давай, давай, плотва, ты же дорогу знаешь. Да ну, ёб твою мать, ну что ты тупишь? Что, траться расхотелось? Четвертая группа. Четвертая группа, походу, больше не группа. Много здесь крови. Свинью, может, забили. Вон и копытца, смотри. Кикиморы? Заебали эти кикиморы, нахуй. Самый дебильный моб, с которым мы драться-то неохота. Так, давай-ка мы дня подождем. Надоело это, блядь, темнота уже. О! Все, мир, мир снова полон красок. Итак. Что-то далеко. А, вон они, я вижу их по карте. Ёб твою мать. Давай, ведьмак, блядь. О! Тачнули пушку. Вот дрянь. Сука, падла. Так, что нам? Яйца эти кикиморы. Надо их сжечь, кусочек. Отпускать гнездо. Ну, а это что? Не гнездо, что ли? О! Сколько трупов. Что такое? Кто тут? О, блядь. Опять конопля ожившая. Понятно, заебись. Ай, блядь. Заебанские эти архиспоры. Такое говно, блядь. Не-то. О! Где иволга-то, долбаная? Как оно выглядит? А, вот он. Тут сразу все, блядь. И нахуй кикиморы. И архиспоры, блядь. Забыливые. Пошла уже, блядь. Иди и пускай. Блин, я еще вафля. Вафлянула тварь, блядь, а? Ну, сори, блядь, что делать, а? Не видно даже. Где я еще? О, блядь. Так, что у нас тут? Письмо матери, заебали эти письма, господи. На каждом шагу. Одни писатели тут, походу, в этом, блядь, тусенте. Что стоит? А, хер с ним. Айбол тоже заберем. Дорожайшая матушка, прости, что бежала, ни сказав ни слова, но ты хорошо знаешь, если бы батюшка знал о моих намерениях, то скорее перебил бы мне колени, чем позволил бы мне уехать. Пойми, не для меня работа градского писаря. Ну, я же говорю, одни писатели. Не хочу я, как батюшка, всю жизнь киснуть над книгами и постепенно терять зрение, работая днями и ночами в темной конторе. Я жизнь свою хочу прожить, как приключение. Может, когда-нибудь я тебя навещу, дорожайшая матушка. Пока что оставайся в добром здравии. Твой любящий сын Фабрис. Ну, что ж, нихуевое у тебя приключение было. Смотри, как весело вышло, а. Насхитительное вино. Одни алкаши в этом тусенте. Алкаши и писатели, блин. Так. Это хорошо, все понятно, все прекрасно. А что, где? Значит, здесь закончили свой путь пропавшие работники. А, вон, да, там торчит, что-то хуй поймешь. И что? А кто? Как это поможет статую строить? День спустя. А интоксикация не прошла за день. Ну, уже по пояс, по пояс построили. Так. Вот падла. Ну, до руин дворца проще всего. Догребсти. Да, если особенно вот отметка на карте останется, все-таки. А, понял. Туда. Нам в ту сторону. Волшебный фаст-тревел с помощью монтажа. Так, осталось еще две, как я понимаю, да? Нехорошо. Ага. Спасение уже здесь. Нравятся мне конные бои. Ой, хорошо зашла. Ладно, надоело. Да слезай ты нахер. Отлично, блять. Правда, не видно нихера, а так все нормально вообще. Спасите вашу милость! Как по-научному напали бандосы, смотрите, бревно поперек дороги. Пёс на жопу лизал. И что в этом плохого, прости? В чем суть проклятия-то? Бандит в труселях, бля, вообще. Ой! И кувалдами сверху. Бэм-бэм. Не утир. Хер опознаешь. Давай, в рукопашную. Бам, дубины сзади. Хе-хе-хе-хе. Слоу-моушен. О, боже, текстуры. Все. Ну, это было изи. Спасибо вам, ваша милость. А это вы тот славный ведьмак, верно? Верняк. Только приведу в порядок повозку и поеду к памятнику. Там меня уже ждут. Давай, Барклай, хуев, да то ли. Ну. Опять день спустя. И что он сидит у обочины? Бичуган, блин. А, все, уже, смотрите, плечи. Голову осталось. Так странно, что осталось только одну часть. А отметок на карте две. День спустя. Это я целый день тут возле трупов сидел и нюхал их. Разлагающиеся ароматы, что ли? Так себе, блядь, локация. Опять, сука, сучья ночь. Давай, впизду. Ну, 200 метров. Ерунда. Можно без монтажа проскакать. По этим дивным. Опа, что-то тут написано у нас, смотри-ка. Скоро великое открытие. Ёп твою мить. Фонтан какой-то разбомбленный. Интересно, за строительство статуи вообще какая награда-то хоть и полагается. Так, стопэ. Отдохни. Опять там что-то кто-то бузит. Опять темно, ничего не видно, всё понятно. I'm ready, бич. Опять бандосы, что ли? Ну, уже их. Котоглазик, вы слышали? Уу! Ебать. Вот это по-серьезному наехали. Блядь, я что-то прихуел, что там такие рыцари оказались. Нежданчик. Так, ну-ка ещё попыточка. Разбойник. Какие они нахуй разбойники? Посмотрите, как они. Блядь. Ой-ой-ой. Жопой нюхала цветы. Да ты? Чё-то такое, наверное, хотел. Давай, 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 давай. Нахуй расчленяй, пидорасов. Вот это салебарда, это чё-то, блядь, нездоровое совсем. Блядь, отлично вообще. Не дайте ему уйти! Да! Спокойный ночи, ублюдок! Ну, картечь что-то как-то совсем уж. Блядь. Ой, slow motion пошёл. Сейчас как пизда. Вот это грозно прозвучало. А говорят, щиты не рулят. Смотрите, как он на щит ударов принял. Спасите! Так кто же такие-то? Цепь. Ну, судя по тому, что у них у всех цепь, наверное, сейчас будет это, наверное, кинь-нибудь... Работорговцы или что-то типа того. Тринадцать крон. Вон, нищета. Не их сегодня был день. Так, где ещё один труп? Вот он. Да, блядь. Понапривязывали свои ёбаные верёвки херп... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, книги это, конечно, лучшее богатство, но не в этот раз. Виноград, верёвка, бутылка воды. Виноградь. Ой, виноградь. Ой, витаминки. Ой, блядь. Купец. И зачем им всё это? Всё равно нечего красть. Молотки, кусок камня. Почки. Понимаю. Мне пора. Делаю время, потехе час. Так, ну и что? Всё, статуя готова, да? Ну, Николас Радовский, конечно. И даже не статуя свободы. И даже не родина-мать. Тем более. Ха, не родина-мать. Ну, какая-то... Встретитесь с бригадиром и узнать о награде. Нахер награду. Давайте торжественное открытие. Речи там, благодарности, салютик. Не, ну здоровая статуя. Так-то. По меркам игры. Впечатляет. Бля, выразил комплимент. Ну, впечатляет. Хуйня, конечно, впечатляет. О, благослови. Я уже жопу вспотела. Радеешься? Эй, под на жопу и давай, давай мне награду. Я помог закончить памятник, как ты и хотел. Дай миллион, дай миллион, дай миллион. Мастер, что бы я без вас делал? Все почитатели Пророка Лебеды будут возносить за вас хвалебные молитвы. Идут они нахуй все. Деньги давай. Ну, разумеется. Вот награда. Ну? Заказчик у нас человек серьезный, деловой. Мы ожидаем массовые паломничества. Так что стоимость работы полностью отойдем года за три. За пять, так точно. У нас, сударь, все подсчитано. То есть паломничество платное будет? Пожелать удачи. Здоровенная херовина. Не, нормальная статуя, здоровая. Учитывая, что она стоит без постамента, возможно, она даже больше будет, чем... Чем родина мать, чем... Чем родина мать, чем родина мать, чем родина мать. Кто-то кончит дни в темнице, говорю вам. Когда б люди впустили... А б лазы до бутылки. Ну что ж, в кармане бряцают монетки. Время строить мою виллу. Где она? Нет, нет, нет. Кор в обьянку. Ну а потом уже что, останется только сюжетные квесты, получается. Всякие там виноградники, блядь. Это, ну, не квесты, скажем так, там. Ходить, уничтожать гнездо Кикимор, блядь. Так себе заданется. Бля, почему в этом дел сишки я постоянно нарываюсь на ночь, на вечер? Почему темно всегда? Вообще я не понимаю. Так, надо для платвы стойло, наверное, замутить. Как там выглядит моя вип-кровать? За тысячу. Бля, вот хрен ослиный. Он мне за тысячу, короче, только подушки притащил. Одеяло новое, да? О! Что? Отдохните здесь, чтобы получить эти бонусы. Уровень кровати королевский. 120 минут увеличения максимума очков здоровья. На тысячу, ебать! Библиотека. Увеличаемый опыт, получаемый в бою. Нихуя себе. Энергию платвы. А я и не смотрел, что тут такие плюшки. Охуетительно. Так. Что это у нас? Школа Грифона? Нахуй школу Грифона. Тут будут мои доспехи лорда Некромонгера. Та-дам! Так, школу Грифон надо убрать. В манду отсюда. Ну. Картину забыл купить. Еб твою мать. Ну, за картину мне ничего и не дойдут. Как я понял. Картина, это уже так. Блять, не то. Для своего, собственно, эстетического удовольствия. Грифона, Грифона. Грифона. Грифоуни. Вообще-то нет. Хотел убрать вот эту херню. Мои модные нильфгардские штаники. Вот это продавать будем. И вот это, и вот это. Энюфки-то надо. В бабулесике. Вот тут и место для картины уже готово. Так. А, и здесь для картины. Блять, тут все везде готово. Так, а наверху я комнату гостевую уже заказывал вроде, да? Нет. А, подожди, еще надо к этой карге зайти. Она же тоже говорила, что что-то будут давать время тремень. Как жизнь? Спасибо, что позволили мне остаться. Не припомню, когда еще было так счастливо. Уверена, что не заскучаешь без людей? Пока, не знаю. Прошло слишком мало времени с тех пор, как расколдовали меня. Лихтон, ты заходила в чем-то? Да, это все мы поняли. Ничего она нового не говорит. Понятно. Береги. Геральт ей всячески намекает, что типа вали куда-нибудь. Она не хочет. Как идут ремонт. Замечательно. Мик. У меня здесь и прав. Как пожелаю. Так. Давай. Если вложить все цело. Столько для оружия, для успехов. Я тут думал, о, это не имеет значения. Комната. А куда они стойки для доспехов поставят? Что-нибудь еще? Если ты не против, как будет угодно? Что-то меня размеется. Оселок. Видишь ли? О, так и... Блядь. Умение снять травы. Две тысячи. Вот твоя, моя лошадь. О. И здесь две тысячи. Как пожелает. Блядь, надоело, не ищем, братье, ёпта. Давай хоть верстак за пятьсот. Тыщу тоже. Ладно, все, я понял. Я понял свое место в этой финансовой иерархии. Я на дне. Я на дне. Окей. Ах, сколько денег-то хоть. Да, не хватает даже до двух. Но мне есть что попродавать. И набрать еще тысяченку другую. Жрачки здесь действительно. Только ничего не взять, чтобы похиляться, к сожалению. Ох, погода распогодилась. Хе-хе-хе, блядь, какие шутки. Ну что, на этом все, в общем-то. Остаются одни сюжетные квесты, поэтому к ним уже перейдем в следующей части. Ну, на паузе посчитайте, много текста как-то. Все, короче, так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Джон Сина! Нет, Джон Сина вроде с канатов не прыгал. Ну, вы поняли. Крутой рейстлер. Это я, да. Сохранялочка. Все, короче, пишите, жмите. Продолжение следует...